В это августовское воскресенье мы пригласили в студию совсем немного людей. И на то есть своя причина. Добрый вечер. В эфире пресс-клуб. Итак, сегодня мы решили собрать в этой студии небольшое количество участников, наверное, одного из самых известных пресс-клубов. Это было в марте 1993 года. В пресс-клуб были приглашены только что вышедшие на свободу участники ГКЧП. И вот люди, собравшиеся здесь, то есть мы, ну, некая часть, может быть, основная тех людей, которые тогда говорили, собралась сегодня в студии. Для начала вы кто-нибудь помните тот пресс-клуб? Или так уже смутно отдаленно? Смутно отдаленно. Ты помнишь? Ну, тогда давайте напомним нашим телезрителям. Итак, мы и пресс-клуб. Март 1993 года. Ну что, мы можем начинать? Да, мы можем начинать. Только нет вот людей, которые просили нас начать поскорее. Господа ГКЧП. Еще есть одно место. Пожалуйста, сюда садитесь. Не нервничаем. У нас спокойствие и всеобщая терпимость. АПЛОДИСМЕНТЫ ГУЛИТА ГУЛИТА Вы верите в то, что я изменил Родину? Я человек, который... Это гнусная ложь. И пользуясь своим служебным положением, вместо того, чтобы выполнять клятву президента и сохранять то государство, где он был, так сказать, избран президентом, где он был генеральным секретарем партии, он уклонился, спрятался и отсиживался. И начинаются процессы, мы сразу заявляем недоверие любому представителю обвинения, потому что кто бы не представлял обвинение, он является подчиненным генерального прокурора Российской Федерации. А если генеральный прокурор уже изложил свою версию, опубликовал книгу, использовал материалы следствия и в том числе, так сказать, допросы конкретных людей, то какой может быть выход у человека подчиненного, который ведет в процессе обвинения? У него выход только один, действует в строгом русле вот этой изложенной версии. Вот 19-го утром сюда, вам на квартиру, звонил Назарбаев. Ну, Назарбаев, одним был единственный звонок, он спросил, как ситуация, как обстановка, говорит, что я, в общем-то, за наведение порядка. Я ему сказал спасибо за поддержку, вот такой у нас очень короткий разговор. Как вы предполагали строить отношения с Ельциным? Ну, к сожалению, таких прямых контактов не было, я знаю, не встречались они, никто, из комитета с Ельциным. Хотя я знаю и был даже свидетелем разговоров по телефону, когда разговоры были и контакты были, и контакты были достаточно такие нормальные. Вы сказали о том, что и нынешний президент выглядит не лучшим в свете. Что вы имеете? Ну, если президент 19-го числа утром, 6-го утра, знает о том, что вводятся войска в Москву, отлично от Грачева. И Грачев заявляет, командующий воздушно-десантных войск Советского Союза, о том, что мне делать, и с президентом договариваются, как действовать совместно. Если по схеме, которую рисует вице-президент Рудской, расставляется техника вокруг Белого дома, то для чего вообще призывать людей на спасение Белого дома? Ну, пусть никто-нибудь хоть объяснит, зачем. Для того, чтобы была кровь. Была борьба за сохранение Советского Союза. К сожалению, величайшему, абсолютное большинство не поняла, что происходит, не поддержала. Судьба Союза была решена, так сказать, давным-давно в Вашингтоне, в Бонне, в Лондоне и в Тель-Авиве. Поэтому, вот все, кто действовал, так сказать, таким образом, во главе с экс-президентом, они все действовали по указке оттуда. И сейчас, кстати, я продолжаю действовать по указке оттуда. Мы никого не хотели отстранить от власти. Ведь речь не шла о том, чтобы президента Горбачева мы отстранили от власти. Речь шла о том, что президент Горбачев, несмотря на то, что сам лично давал несколько раз поручение государственным структурам о разработке мер по чрезвычайному положению, дабы сохранить себя перед демократами, свое лицо как демократа, не шел на введение этого чрезвычайного положения. И мы для того, чтобы позволить каким-то образом и общество поставить перед фактом, уже дальше деваться некуда, уже все, дошли до последней черты. И чтобы парламент поставить перед фактом, вот мы и пошли на эти действия, просив президента. На 3-4-5 дней отойди от дел, мы начнем это введение чрезвычайного положения, потом ты выходишь и начинаешь действовать как президент. И ты сохраняешь лицо, весь в белом, а мы все, извините, вот те люди, которые начали наводить порядок. Нас с трибуны Белого дома призывают физически уничтожить, а злые путь чистые, даже не додумались вообще вырубить электроэнергию, канализацию и все прочее в районе Белого дома. Был ли хоть один силовой жест со стороны ГКЧП за все это время, кроме моего указа или решения ГКЧП о временной приостановке выхода некоторых газет, от которых на второй день мы сами и отказались. Я сегодня, да и в общем-то, может быть, в чем-то и не раньше считал, а в моем положении сегодняшнем, тем более, должен это так делать. Не имею права говорить то, что я знаю или то, что я хочу сказать. Я обязан говорить то, что я могу доказать. С моей точки зрения, просто чисто человеческий. Ну, уважаемый господин Горбачев выглядит не лучшим образом. Он во всех сложных ситуациях оказывался не в курсе дела. Ну, я же не верю в то, что хозяин каждый день не знает, что у него происходит в доме. Особенно, когда происходят такие, ну, я бы сказал, неординарные события. Ну, вспомните, в Тбилиси он не знал, в Баку он не знал, в Вильнюс он не знал. Ну, тогда спрашивается, если вы не знаете. Даже про Среднюю Азию он и то ничего не знал. Ну, тогда, что он знает? А я вам могу сказать, что все он прекрасно знал. Может, действительно ГКЧП надо было 19-го не танки в Москву водить, а прилавки заполнить? Вы знаете, ГКЧП решений о введении танков в город не принимал. Кстати, это даже зафиксировано в убедительном заключении. Так что, это еще вопрос, знаете, очень большой. Кто ввел танки в город? Даже Язов, который давал шифровку, он же в ней указывал, что танки должны быть где? В Тушино, на поле, на парадной площадке, на московской кольцевой дороге, а вовсе ни в городе, ни у Белого дома. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сверх, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Я хотела задать вопрос по тому сюжету, который мы посмотрели. Вот, уважаемому Шенину, я не знаю, как сказать, товарищ или господин, я же запуталась в обращениях. А отчество не знаю. Вот, вы сказали о том, что вопрос о развале Союза был решен давно в Тель-Авиве, Вашингтоне, Лондоне, Париже и в других городах. И мне тогда немножко непонятно, если это было уже давно сделано, до вас, до вашего решения, в чем же тогда был смысл вашей акции? Тогда она была просто бессмысленной жертвой такой, геростратовской? Я немножко не поняла. Или какая-то тут путаница со временем. Когда в Тель-Авиве, Вашингтоне был решен развал Союза, как это связано с действиями ГКЧП? Сейчас, в общем, не место, может быть, и не время говорить о каких-то фактах. Мы о них скажем на суде. Эти факты будут достаточно известны. Но о том, что эти проблемы всегда решались, и в том числе и в названных мной центрах, это ни для кого, в общем-то, секретом не является. И по этому поводу, в том числе и за последнее время, не так уж мало было публикаций. Причем публикаций достаточно основательных и с очень серьезными ссылками на документы. Если говорить о том, что же мы хотели, и вообще, так сказать, не было ли это, в общем-то, бесполезной затеей, ну, я не знаю. По крайней мере, я лично считаю, что я все, что мог, сделал для того, чтобы все-таки Союз был сохранен. – Пожалуйста. – Я не так слышно, извините. – Пожалуйста. – Марк Дейч, Радио Свобода. Что же вы так все на Горбачева это все валите? Ну, неужели, как-то, понимаете, ну, как-то не по-мужски это, что ли? Ну, заразберемся с Горбачева. Вот будет, если будет, конечно, суд, как-то разберутся с этим. Что же вы все так на него валите-то все? – Спасибо. Кто-то из вас сможет ответить? – Вопрос, конечно, очень тонко сформулирован насчет… – Но зато прямо… – Да, насчет того, что мы на него валим. Мы за свое отвечать не боялись и не боимся, к вашему сведению, в отличие от него. В августе месяце, втихую, Горбачев решил поставить точку. Поставить точку за спиной всех. Развалив союз путем подписания договора. Вот о чем шла речь. И это не надо скрывать. Что же мы говорим о том, что все вроде бы как будто ничего не происходило? Происходило. Горбачеву никто не предоставлял право подписывать договор. Он не имел такого права. Ни по Конституции, ни по решению Верховного Совета. – Спасибо. Пожалуйста. – Антон Антонов Арсенко, коммерсант Дели. Мне кажется, мы в этом фильме получили еще раз возможность посмотреть, насколько все это, в общем, мерзко и грязно. И когда выгодно, говорят, что виноват Горбачев. А когда выгодно с другой точки зрения, говорят, что нет, не мы вводили танки, а кто вводил танки. И все время намекают на какие-то потусторонние силы. Ну, не говорят, какие-то седники, там, значит, МОСАД, там, я не знаю, ЦРУ, там, еще что-то. Почему-то никто не хочет сказать, как было на самом деле. – Я не знаю, надо нажимать на кнопку? – Нет, нет, ничего не нужно. – Значит, происходит ужасная вещь. Вот сейчас обсуждаются некоторые подробности, которые, конечно, будут более точно изучаться на процессе, как правильно сказано, если процесс состоится. Никто не уверен в этом. – И я хочу спросить, если вы узнали, что Горбачев предатель, почему вы не сказали об этом народу, а делали вид, что играете вместе с ним? Вы или лицемеры, и лжецы, или пособники предателя? – Все, спасибо. – Пожалуйста, отвечайте. – Только я прошу вас, пожалуйста, в более корректной форме. В более корректной форме. У нас не суд, у нас не заседание суда, у нас не следствие, где можно там тет-а-тет говорить какие-то вещи. У нас пресс-клуб. Кто из вас ответит? – Вы знаете, я хотел ответить обоим сразу. То ли свобода закрывается, у него такое плохое настроение, что он на мужской разговор, хочет выйти поговорить. Я не возражаю, кстати, если вы проситесь. – Потом, да. – И с этой стороны, значит, вопрос о некорректности нашего поведения. А вы позвольте спросить вот всю аудиторию, а что делать, если за полтора года невозможно ни одному из нас было добиться очной ставки? С господином Горбачёвым что прикажете делать? – Я прошу прощения, но задали вопрос реально, конкретно, не за эти полтора года, а за то время, что вы работали с ним, виделись каждый день и имели возможность... – Ну, это вы напрасно загинаете насчёт того, что виделись каждый день. Это его увидеть, это всё равно было, знаете, как это самое. – Мне кажется, что мне бы не хотелось, чтобы сегодняшний наш разговор переворобщался в обсуждение Горбачёва. – Владимир Сергеевич, вот когда я услышал декларацию ГКЧП, её экономическую часть, я спорил, что её писали не вы. Тизяков, Стародубцев, ну не вы. Вы можете сказать, кто её писал, и если не можете сказать, скажите, вы её писали или нет? – Не я, но не знаю кто. – Спасибо. – Дмитрий Быков, еженедельник-собеседник. Со мной вот в таком тоне, и как бы с обществом, в котором я отхожусь, в таком тоне давно не разговаривали. Давно как бы я не чувствовал себя здесь до такой степени, что ли, щенком. И, понимаете, я хочу сказать, здесь великая роль этого сюжета и пресс-клуба. Нам показали, что бы было, а то мы позабыли. Мне тоже не нравятся многие представители российской власти, но, господа, благодарить надо судьбу, понимаете? Потому что ведь совсем же иначе мы бы все тут говорили. Так что, по-моему, здесь манера речи сама по себе говорит значительно больше. – Дима, всё, без эмоций. – Мерси, да, пожалуйста. – Передайте, пожалуйста. – Нет, если можно, даме. – В журналистской аудитории дамы не имеют преимущества. – Нет, у нас так бывает. – Ну да. – Я прошу прощения, у нас это не отменяется, к счастью. – Извиняюсь, я не дам, я юрист. – Джохан Палыева. – Только представьтесь, пожалуйста. Джохан Палыева – юрист. – Я не думаю, что мы должны благодарить ГКЧПистов за то, что это произошло. – К сожалению, то, что произошло 19 августа, безмерно радикализировало те процессы, которые шли. – Шли. – Эти процессы шли. – И государство, которое формировалось как полноценная конфедерация, в результате не получилось. А это могло получиться. Поэтому, когда главный аргумент, который обычно употребляют члены ГКЧП, о том, что они пытались сохранить единую союзную государственность, не проходит в этой ситуации. Этот главный аргумент может стать обстоятельством политического процесса против них, а не в их пользу. Пожалуй, все, что я хотела сказать. – Спасибо. Пожалуйста. Вот подойдите тогда ближе. Нет основного микрофона. – Воробьев Телинформ. Во-первых, мне не очень нравится, что атмосфера в нашей студии похожа несколько на шоу. Я пережил мерзость 19 августа. И когда утром 19 августа я включил телевизор, мне прежде всего стало страшно за свою семью. И вы думали, вот вы здесь, сидящие сейчас перед нами, что переживала вся страна в этот день. А когда на работе я видел танки, которые шли по моросейке, и они спускались к Васильевскому спуску, я понял, что в стране пришла хунта к власти. У нас было так. Государство, они, кончалось за Кремлевской стеной. Все, что док Кремлевской стены. За Кремлевской стеной были мы, быдло, с которым можно было не считаться никогда. Сегодня государство, это я. Это он, это мы. И вы, вот одни из нас. И вот если вы сегодня это понимаете, то это прекрасно. Еще очень плохо, что пресса, масс-медиа... Сейчас скажу единственную секунду. Создала из вас великомучеников. Вы почти такие же политические герои. Простите, вы не герои, вы дерьмо. Вот это... Давайте так не будем разговаривать, хорошо? Вообще в порядочном обществе за такие вещи бьют по физиономии. Нет, я прошу вас, у нас в этом тоне не разговариваем. Можно мне? Можно вопрос? Валентин Сергеевич. Ира Александровна. Все. Я бы хотел, чтобы вы извинились. Все. Минуточку. Ира Александровна. Давайте-ка извиниться, а? Так. Моя фамилия Градский, мне просто стыдно, что вот здесь, вот в таком тоне, с людьми разговаривают. Кто бы они ни были, как бы мы к ним ни относились, хорошо ли, плохо ли. Это просто скотство. Или бы, вот, я считаю, что вот те люди, которые вот сейчас здесь в зале находятся, если мы попросим этого господина выйти отсюда, или мы должны сейчас выйти отсюда сами и закончить это дело все. Будьте любезны, выйдите отсюда, я вас прошу. Так. Сейчас, одну минуту. Или извинитесь сейчас же. Все. Извиниться, да. Я единственное хочу сказать, конечно, то, что переживала моя семья, наверное, до сих пор я помню. Я извиняюсь. Я извиняюсь за все, что я сказал. Извиняюсь. Я извиняюсь и покидаю зала. К сожалению, это бы... Одну минуту. Вы понимаете, что происходит? Использован предлог для того, чтобы покинуть наш зал, не ответив на какие-то вопросы. Кира! Прощайте мне, я адвокат. Кирочка! Сейчас. Одну минуту. Кирочка! Можно я ситуацию... Господа, я хочу сказать вещь парадоксальную. Господин Градский. Господин Градский. Я хочу сказать парадоксальную вещь. Я, правда, деликатный человек. Но то, что сказал вот этот господин, он сказал то, что мы чувствуем. Мы бы с вами были в дерьме. Понимаете, вас просто лично уничтожали бы. Понимаете, вот те концерты, на которых вы откусывали тогда, стольнички, их бы не было. Давайте прекратим эту дискуссию. Я прошу всех. Хотели настоящий концлагерь сделать. Поэтому я хочу сказать, что... Нет, не с автоматом. Но речь шла о нас с вами, о наших детях. Вот. И многие здесь присутствующих остановили этот процесс. И особенно их любить и облизывать тоже не надо. Спасибо. Есть границы. Пожалуйста. Только представьтесь. Я прошу прощения. Я бы очень хотел, чтобы, так сказать, наши оппоненты вернулись. Поэтому я совершенно Сашину позицию... Я совершенно разделяю твою позицию, что мы должны безусловно извиниться. Потому что никому никого не позволено называть дерьмом. Давайте от этих привычек откажемся. Этот человек, который позволил себе такое выражение, безусловно должен покинуть зал. Кроме того, кроме того, это... Но я призываю вас обратить внимание, что это первое глупое выступление в этом зале. И это меня радует. Это первое выступление, которое действительно делает из этих людей героев. А вот до сих пор обсуждение шло в том росте, что они никакие не герои. Это три человека, которые фактически обнародовали свое последнее слово подсудимых. Нам теперь ясна их позиция как обвиняемых. Они защищались. Василий, с исключением того, что эти люди действительно считают, что они же пришли сюда советовать, как надо. Они пришли, Кирочка, они пришли сюда очень по-человечески, вежливо, нормально разговаривать. Зачем же мы на них будем наезжать? И зачем же мы из них будем делать сами героев? Пожалуйста, одну минуту. Ну не претендуют быть героями, слава богу, это очень хорошо. Стоп, пожалуйста. Они пришли сюда не по-человечески разговаривать, они пришли готовить процесс. То, что они делают, абсолютно грамотно, с точки зрения грядущего, открытого разбирательства. Им нужно общественное мнение, они его имеют. Они готовят процесс для меня, как для юриста, ясно. Они просто хотят скостить себе сроки. Они перечеркивают большую статью и просят на маленькую. Их совершенно для меня, как для юриста, очевиден их ход. Так, пожалуйста. Послушайте ведущего, пожалуйста, я прошу. Это не только юридический разговор. Так, ушел еще. Пожалуйста, вы хотите сказать что-то или вы уходите? Дело в том, что все было бы нормально, и действительно можно было бы воспринимать это как чудовищную обиду, если бы за 20 минут до начала Валентин Сергеевич Павлов не сказал, что ровно в 8 часов, что бы тут ни происходило, они все равно встанут и уйдут, потому что у них есть свои дела. Да. Поэтому воспринимать так трагически, как воспринимает обожаемый и уважаемый мной певец, то, что произошло, не нужно. Я воспринимаю трагически, извините, совсем не то, что они ушли. А то, что их просто оскорбили в той форме, в которой... Во-первых, вы меня простите, я хотел бы вам сказать... Александр, тот человек ушел. Вы знаете, зачем я вообще пришел? Вот мне интересно. У Гоголя есть прекрасная фраза. Я, кстати сказать, единственная из передач, которую я лично просто своей семьей смотрю, так вот смотрю, не ржу и не говорю, смотри, какой кретин, а которую я смотрю. Это вот одна из вот... или эта программа, и еще кое-то там, одна-две. То есть я пришел сюда, на вас на всех посмотрите. Я журналюк не люблю. У меня это профессионально. Я их не любил, когда... Сейчас я только прошу прощения, у нас время минута каждого дает. Я понимаю, я уложусь. Вот. Мне также вспоминается, вот... Я не был на площади там у Белого дома, я там не был... У меня была другая площадь, у меня была 70-я статья, там, часть первая. Это была совершенно другая площадь, очень маленькая, лампа, столик там и вопросы. Вот эта площадь была как-то неприятнее, на самом деле. Я просто помню. У меня была 10 лет такая площадь, и не выезд. Это я все помню. Вот. Я не хвастаюсь этим, это просто, так сказать, данность. Меня никто сильно не бил, я работал, и все. То, что говорил, кстати, Натанович, это, так сказать, не совсем соответствует действительности. Но дело тут в другом. Вот я просто помню, как я был в Крыму 19 августа. Я пошел на базар, а там люди разговаривают, что произошло. И одна бабушка, другой говорит, которая торгует там помидорами, она говорит, что там было, что там, мы сказали, в Москве-то. В Москве что, мишку скинули. Ну и с ним было сказано. Вот это тот самый народ, на который опираются сегодняшние демократы и сегодняшние национал-патриоты. Он сказал вот так. А дальше уже другие стали говорить что-то. Вопрос заключается в том, что вот то, что говорил, уважаемый господин, насчет того, что вот они нас считали таким, быдлом там и так далее. Они нас не только считали таким, они нас продолжают считать таким. И те, кто нами правят и правили еще до большевиков, тоже нас считают такими. Так что делать, Саша? А мы себя можем считать не такими. Добой! 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 И вот когда мы себя начинаем считать не такими, тогда вот их игры, шмансы не удаются. Спасибо. Пожалуйста. В этом и есть истина. Я хочу внести одно, господа, принципиальное уточнение. Понимаете, меня поражает наше теперешнее благодушие. На протяжении двух часов нам делали замечания, нас осаживали, с нами были чрезвычайно грубы и некорректны. Мы говорим о корректности. Когда путь закончился, Корякин правильно сказал. Какой бы ни был исход путча, мы проиграем. Если они выиграют, они не будут с нами говорить это совершенно точно. Если мы выиграем, мы будем с ними говорить и будем с ними корректны, и тем самым проиграем обязательно. Я не ручаюсь за точность формулировки. Мы говорим о какой-то корректности, господа, но мы на протяжении двух часов хавали оскорбление в свой адрес. Да что там, нас журналюгами назвали, и мы схавали. Спасибо. Павел Ващанович, так скажем, независимый журналист. В известном смысле. Собственно, вот все, что произошло 19 августа тогда, по-моему, все мы уже, каждый для себя разобрался и каждый для себя понял. И общественное мнение как-то сепарировалось. Тот, кто хотел сострадать, сострадает. Тот, кто хотел негодовать, негодует. Значит, меня во всей этой ситуации до сих пор волнует одна вещь. И вот на этот вопрос я не услышал сегодня ни ответов, ни вопросов на эту тему. Меня интересует вот что. Вот сегодняшняя ситуация в России, в принципе, это зеркальное отражение того, что происходило тогда. И в вопросах противостояния центра и местной власти, экономической ситуации, развал в армии, ну, глубочайший социально-экономический и политический кризис. И я хотел бы узнать, вот, какова была бы позиция вот этих людей, которые сейчас вышли из матросской тишины, если бы все то же самое, что сделали они 19 августа, сделал нынешний режим. А ведь мы знаем, что рождаются в определенных головах, так сказать, нынешней власти нечто подобное. Рождаются планы введения чрезвычайного положения, экономического чрезвычайного положения и так далее, и так далее. Его можно сделать мягче, его можно сделать жестче. Но я хочу знать. Пресс-клуб – это программа о вас и для вас. Пресс-клуб – это программа, где каждый имеет право говорить, что думает. Рассвет, пожалуйста. Ну вот все, это такой дайджест. Здесь мы показали 20 минут, как вы помните, это в эфире было, по-моему, часа полтора. Дело в том, что вот после того пресс-клуба очень многих людей, ко мне был вопрос, и ко многим. Вот как получилось, что там появился некий человек, который, в общем, спровоцировал тот скандал, который все слышали, и насколько мы его запланировали. Честно говоря, я тогда тоже не знала, как появился тот человек. Тогда было очень много людей в Цедри. Но вот я знаю, что один человек, который здесь присутствует, он точно знает, как появился тот наш гость. Это я виновата. Дело в том, что, честно говоря, я не помню, где только мы с ним встретились накануне пресс-клуба. По-моему, где-то я приехала в пресс-клуб откуда-то, то ли из газеты, то ли из журнала. Его подвозили на машине. Нет, он подвозил. Он нашел меня. То есть мы встретились случайно. Я почему не знала? Мы познакомились с дороги. Я сказала, что вот еду туда-то, и он взмолился. А нельзя ли просто с краешку посмотреть? Чуть-чуть увидеть хотя бы вот близко, вживую этих людей. И я сказала, пожалуйста. И я у тебя спросила, можно ли. И ты сказала, ну ладно, пусть тихонечко постоит. Ну, человек вошел в раж, и вот, что мы видели. Шесть лет прошло. Что изменилось? В нас, в вас изменилась вообще точка зрения на те события. И на тех людей. Ну вот, к счастью, все, что я тогда сказал, я и сейчас готов повторить. Вот я говорил о том, что повторяемость ситуации, это у нас был март, а в октябре 93-го года произошли известные события, которые, я считаю, зеркальное отражение того, что было в 91-м году. Вообще, если вот говорить, скажем, о нынешнем президенте Российской Федерации и анализировать многие его поступки, то он всегда мыслит как бы трафаретами. Если у него что-то получается, он ситуацию повторяет еще и еще раз. Вот поэтому, скажем, у нас 93-й год очень похож на 91-й год. И я хочу повторить то, что я говорил вот тогда, применительно уже к сегодняшнему дню. Все знают, мы все вот об этом говорим сегодня. Мы живем ощущением крядущих потрясений. Вот с кем сегодня не поговоришь, с политиками, причем с правыми, с левыми, с журналистами, никто не верит, что произойдет нормальная ротация политической власти. Сегодня, вот перед тем, как ехать, читаю в компьютере. Саш, вот вдумайся, значит, сообщение. В заголовочах звучит так. Премьер-министр Латвии обсудил с Чубайсом и Березовским вопросы экономического сотрудничества с Россией. Вот наш сегодняшний день. Понимаешь, я понимаю, если бы он обсудил с Чубайсом вопросы энергоснабжения, ну, с Березовским вообще не знаю что. Ну, допустим, что-то касательно аэрофлота или телевидения. Это могло бы менять еще так-то экономическое сотрудничество с Россией. Или другое, другое это самое сообщение. Как по информации поступившей из конфиденциальных источников, Абрамович обследуется в ЦКБ. Я не знаю, обследуется, не обследуется, но какая разница в стране. Обследуется этот человек или не обследуется. Или вот Волошин, скажем, отметая какие-то, видимо, обвинения в адрес сегодняшнего положения дел в Кремле, говорит, Абрамович бывает в Кремле крайне редко. Ну, не абсурд. Ему даже непонятно, что нам все равно, часто он там бывает или редко он там бывает. Возникает главный вопрос, что он там вообще делает. Вы знаете, что, да, я только хочу одну небольшую ремарку, Паш. Мне очень жалко, что не пришла сегодня Джохан Полыева, которая была там, и, как вы знаете, была постоянным членом и участником пресс-клуба, и хотела, обещала прийти, правда, ни разу со мной не соединилась. Я понимаю, Джохан, очень занята, жаль, что ты сегодня не с нами. Наверное, на многие вопросы даже Павла Вощенова она бы смогла ответить более квалифицированно. Я все это произношу к чему? Что мы живем повторяемостью ситуации. Вообще, мы страна, если уж на то пошло, лишенное общество. Мы страна, где есть население, и нет общества. Поэтому, когда говорят, ах, там у нас не учитывает общественное мнение, а его нету. Извините за затянутость. Общественное мнение есть, на мой взгляд. Вот Саша очень хорошо в прошлой передаче выразил. Это мнение Саши. Нет, он выразил, услышав, на базаре. А что там происходит? Да вот то-то, то-то. Да и вот это общественное мнение, оно формируется веками в российском народе. Потому что все, что происходит там, никаким образом не соотносится с тем, что происходит среди общества. Тем не менее. Вот извини, я, может быть, там заговорил вас всех, но мы иногда вот любим рассуждать о высоких политических материях. Берекаюсь, вот сам страдаю от этого, и пишу об этом, и говорю об этом. А жизнь построена на вот реальной земле. Вот заходишь в московский подъезд, да, чем там пахнет? По-разному, Паш. Уже меньше. Не надо говорить о ретардных домах, да. Кто туда? Борис Николаевич забегает помочиться по утрам. Это мы делаем, и наши дети. Паша, а ты загляни в квартиру за железной дверью, которая в этом вонючем подъезде. Правильно, вот до тех пор пока... Поэтому люди не верят даже тем, кто за подъездом. Вань, до тех пор, пока мы не в состоянии от власти потребовать, а мы не можем потребовать, потому что мы не лучше этой власти, не лучше. Борис Николаевич никогда бы не стал президентом Германии или Англии. В страшном СМИ не пригрезится. Он мог стать президентом только у нас. Пожалуйста. Да, два слова. Вань, реплика в твою сторону. Ну, это трагедия наша, что наши контакты с народом в основном происходят на базаре. Но надо запомнить, что публика на базаре не есть еще народ. И то, что господин Градский там услышал, не есть еще общественное мнение. А ты по-другому думаешь там? Я, например, точно так же думаю. Я хотела бы... Очень хорошо. Да хрен с ним, с этим обрамовичем. Очень хорошо. Вот увидимся на базаре. Но у меня, к сожалению, немного другое мнение. Я общаюсь с немного другим народом. А вот, что я хочу вам, господин Ващанов, возразить. Вот все-таки по поводу того, что мы увидели. Да, потому что то, что и вы сказали, и то, что мы увидели. Вы говорите о повторяемости ситуации. Смею вас уверить, что если бы после Куликова поля по-прежнему татары продолжали бы давать нам ярлыки на княжество и брать с нас дань, Куликово поле стало бы в России повторяющейся ситуацией. Уверяю вас, и повторялось бы до наших дней, к сожалению, в России случилась трагическая ситуация. Мы все были тому же свидетели. Когда на смену ГКЧП пришел человек, который не был носителем никакой другой идеологии, а был заложником, данником идеологии той же самой. И все мы в значительной степени в России не возобладали никакие другие ценности. А ежели бы они возобладали, и мы бы начали строить либеральное, правовое, христианское, какое угодно государство вместо коммунистического. Уверяю вас, что эта ситуация бы не повторилась. Но, к сожалению, в нас всех слишком глубоко сидело чувство вины перед этими людьми. Представьте сюр нашей жизни. Тогда в России происходил конгресс по снам одновременно с этим ГКЧП. Изучали сны. Они собрались в Голицын. Вейшли в 91-е или в 93-е? Да, август 91-го года. Конгресс по снам с 19 по 21-е происходит. Мы с женой приезжаем в Голицыно. Ходят какие-то странные люди, у всех значок Dream. Это они приехали на конференцию. И там Корякин читает доклад сны у Достоевского. Вам вот это будет очень близко, Люда. Знаете, да. И вот в паузе после доклада я Корякина ловлю. И он мне говорит, вся эта трагедия в том, что вот сейчас мы в очередной раз их всех назовем. Но мы же ничего не можем с ними сделать. Мы же последовательные демократы. Если бы мы хоть раз в жизни перестали в драке быть последовательными демократами и перестали подставлять, наконец, щеку, что очень последовательно и демократично, у нас бы давно с вами была другая страна. Но, к сожалению, люди продолжают на все это плевать. А заложником ситуации оказывается несчастный народ. Понимаете, мы с вами ничего не делаем, а народ получает по шее и продолжает жить вот в этой ситуации недоеденности, половинчатости. Понимаете, что делаешь, делай скорее. И все-таки вот если, как вы умеете, Дима, говорить афористично и коротко, вот эволюция Дмитрия Быкова вот за 6 лет. А Дмитрий Быков как идиот продолжает считать, что о правде или неправде судить Богу о последовательности нам. Я как стоял на тех позициях, так и стою. Хорошо. Значит, никакой эволюции у кого-то? Произошла какая-то эволюция внутри или нет? У меня двое детей уже с тех пор. Я не знала. Поздравляю. А у меня внук в прошлом году родился от 15-летней дочери. А вы в этом... Я поздравляю. Или не поздравляю? Нет, ну конечно надо поздравлять в таком случае. Эволюция. Если говорить об эволюции внутри меня, то с тех пор, знаете как, это наверное у многих такое случается, когда все слушают Высоцкого, или все дружно смотрят фильм «Титаник», или все дружно ругают членов ГКЧП. Вот у меня сразу такое вот отторжение. Не буду слушать Высоцкого, не буду смотреть фильм «Титаник» и не буду нападать на членов ГКЧП. Дай Бог не начать их защищать. Вот тогда у меня такое же вот неосознанное было чувство. Вот тогда было? Да, было. Должен я заметить такую вот вещь, что за эти 6 лет вот эти эмоциональные чувства, они во мне как-то укрепились. Но, наверное, они по-своему хотели какого-то добра. Я имею в виду как раз Юра Беспьера и большевиков в 17-м, и членов ГКЧП в 91-м году. Спасибо. Кира, можно? Пожалуйста. Все-таки в нас достаточно многое изменилось. Я попробую сказать, что именно. Мы стали обладать больше информацией с тех пор. И поэтому на то, что происходило тогда, мы все-таки смотрим не так, как тогда. Или немного не так. Ну вот то, что сказал, поскольку он начинал, мой друг Павел Овощенов, извини, что я так тебе обращаюсь, по поводу того, что, и мы смеемся, по поводу того, что премьер-министр какой-то страны обсуждает с Березовским. Почему нам не смешно, когда с Соросом здесь у нас обсуждаются те же вопросы? А кто такой Сорос? Он никто. Он просто миллиардер. Но с ним обсуждают эти вопросы. Значит, считают нужны. Так ведь и Березовский дает деньги. На издательский дом коммерсант. Может быть, не знаю на что. Но у него есть определенная власть. И это не только власть денег, будем откровенны. Это не только власть денег. Ну и по поводу, если вернуться к событиям 91-го года. Друзья мои, ну давайте с позиции нынешних все-таки определимся как-то. Но не подпись Горбачева под Беловежским соглашением развалила Советский Союз. Советский Союз развалился с того момента, когда Борис Николаевич Ельцин прекратил выплачивать деньги в общесоюзный бюджет. Но сам Марк Дейч, вот за эти шесть лет, его взгляды, там же ты был достаточно агрессивен? Я до сих пор очень агрессивен. Я надеюсь, это видно по моим статьям в МК. И я имею сейчас больше, к счастью, имею больше возможности для этой агрессивности. Потому что радио свободы была американская радиостанция. И я должен был соблюдать определенную улыбку. И определенную, как английское такое, отстраненную, улыбку отстраненности. Сейчас я, слава богу, мне это не нужно. Мне все-таки немножко совестно. И от этого чувства я не могу избавиться. Хотя те три дня, вспоминаю, как весну человечества, свою собственную весну. Помню, что эти дни мы провели с замечательной кампанией из московских новостей во главе с Егором Яковлевым у танков. Привозили листовки, которые печатались в газете. И мы по вечерам их туда привозили и раздавали. И те три дня прошли как-то без мути и без ощущения какой-то неловкости, стыда. И без продолжения дальше. Но потом так случилось, что я через три дня после окончания путча уехала в Соединенные Штаты преподавать. У меня был давно подписан контракт с университетом на полгода. И я уехала на семестр. И все дальнейшее, всю вакханалию и всю победную фанфару нашей победившей демократии наблюдала оттуда. Из небольшого университетского города вблизи Чикаго. И оттуда все это виделось немножко иначе. Когда я вернулась в 92-м году уже в другую страну, ощущение было совершенно непередаваемо. Я там все эти полгода, что я просидела в университете, я чувствовала только стыд, только страх, только ужас. Не за будущее страны, в меньшей степени за будущее страны, а в большей степени за тех людей, которых считала демократия, которая тогда вот победила. Мне было стыдно. И было стыдно, что вот те чувства, которые я испытывала, как мне казалось, светлые, чистые и возвышенные, они обманули, разочаровали. Совестно мне потому, что... Я говорю применительно конкретно к этому. Да, да, конкретно к этому. Соваться в рассуждение об этом, по-видимому, с моей стороны лично, было легкомысленно. Я просто мало понимала и мало знала. А сейчас-то я понимаю, что это была, как говорил Зощенко, негритянская негроперета. Это был фарс. А мы купились на эту негритянскую негроперету и долго еще, долго, очень долго, постыдно долго продолжали кто больше, кто меньше в нее играть. И факт тот, что вот это мы и они, о котором сказал мой невольный гость на том пресс-клубе, что вот теперь мы, это мы и государство, это прекрасное чувство, когда можно своему государству сказать, ты и я это одно. Сейчас они гораздо дальше они, чем когда бы то ни было. А мы совсем отдельно. И вот эта пропасть между мы и они, она углубилась. Может, это хорошо, что она стала больше? Может быть, наконец, государство перестало навязывать вам свои реакции? И может быть, вы, наконец, можете прожить здесь достойную жизнь, никаким образом не списывая свои вины на это государство? Я не могу сказать, наконец, про сейчас. Понимаете? Мое нормальное состояние, нормальное состояние, они и я, то есть они, это власти и я, это отдельное и никогда не соединимое. Вот это нормально и вот это, наконец. Вот то, что я на миг купилась на возможность какого-то соединения, вот в этом я и чувствую свое стеснение и немножко с властью. Совершенно противоположная точка зрения. Я просто хочу ее высказать. Я считаю, что это одно и то же. Власти мы. Правда, они действуют точно такими же методами, какими мы действуем в своей жизни. И когда я слушал уже теперь бывшего государственного мужа Валентина Павлова, задающего скроментально русский вопрос, а что делать? Я вспоминал анекдот народный, когда очередь перед винным магазином долго-долго ждет долгожданного продукта, и он заканчивается. И один человек поворачивается к своему соседу, бьет ему по роже. Он говорит, ты что? Он говорит, а что делать? А что делать? Вот почему-то, когда нечего делать, мы все время друг друга бьем по роже. И они нас бьют по роже. Они действуют точно такими же методами, как мы действуем в жизни. Мы одно и то же. Иван, ты так считал 6 лет назад? Ну, наверное. В этом же смысле? Я считал. Был, конечно, всплеск вот в этом промежутке, о котором мы сейчас вспоминаем, надежды и романтики. Совершенно искренний страх меня гнал потерять то, что я вроде бы обрел. Хотя я понял, что теперь ничего я не обрел. И все равно надо, как и прежде, рыть свой окоп, невзирая не на какие-то власти. Потому что власть, это рифмуется недаром со словом напасть. И еще накласть. И сласть, и страсть. Поэтому я просто стал более циничным, а думал я, наверное, так всегда. Спасибо. Пожалуйста, Саша. Ты спрашивал, изменился, да? Ну, я только на дачах, может быть, или в компаниях продолжаю так же фонтанировать. И размахивать руками, разбрасывая там. Фрукты по столу. Но так в текстах на телевидении, скажем так, стал поспокойнее. Значит, абсолютно согласен с Павлом. Но ведь давай так, Павел. А кто, собственно говоря, это все говорит-то? Ну вот ты слушаешь радио, и там говорят. А кто говорит-то? Говорят журналисты. Как ты нас тогда назвал? Журналёгами назвал. Что тогда ты ответил? Ну, Дима рассердился, но зря, потому что это было уменьшительно ласкать. Нет, мне было искорбление. Понимаешь, любая информация, судя по всему, рассчитана на тех, кто хочет её получить. Но тот человек, который хочет получить информацию о том, что Верезовский встретился с кем-то в Швеции, да? Он вот на этом останавливается, канале. А тот, кто не хочет, он слышит слово. Шведский премьер, и что там делал шведский премьер, меня совершенно не интересует. А тебе почему-то очень, может быть, хочется знать, что обсудил шведский премьер с Березовским. Даже не в этом даже делал, что тебе хочется, а тебе хочется возмутиться, потому что тебе об этом говорят. А я сразу переключаю, поэтому я не журналист. А тебе в профессиональном смысле это интересно, может быть. Вы знаете, вот я всё время смотрю, и я поначалу удивлялся, почему эстонцы хотели вернуться в конституцию там, какого там, 40-го года, да? Прежде чем начать строительство своего государства. А Грузия, кажется, в 21-е годы, если мне память не изменяет, да? Почему мы не вернулись в 5 марта 18-го года? Это интересный вопрос. Ты знаешь? Я знаю почему, потому что вот этот вот бред, который юридически мы основали, он продолжает существовать. Вот юридически 5 марта 18-го года, или там когда точно число, не помню, 5 марта, был совершён переворот в нашей стране. Переворот, который дальше продолжал формироваться, он сформировался в совершенно неправильную структуру государственную. Потом это государственная структура. Я сейчас не говорю о том, что за это время было совершено масса всяких замечательных поступков. И людских, и общественных, и правительство себя вело не всегда глупо, а иногда даже очень умно. Но и правительство Сталина, и правительство Хрущёва, и правительство Горбачёва, и правительство Ельцина совершало очевидные, очень замечательные вещи. Понимаешь? Но совершало и какие-то, видимо, вещи, которые нам не нравятся. Так вот, если бы мы тоже подумали, а почему эстонцы вернулись в 40-е годы? Да мы вернёмся 5 марта 18-го года, создаём учредительное собрание, как было положено. Учредительное собрание определилось, что у нас теперь нет монархии. Ну, был какой-то странный период. Но теперь Российская империя стала Российской Федерацией, предположим. И поэтому нужно рассматривать вопрос о вступлении Белоруссии, к примеру, в Российскую Федерацию, а не о присоединении, скажем, замечательной части, небольшой. Ну, там небольшой участок суши, на самом деле. Понимаешь, к большому, на равных основаниях. Я, например, как национал-патриот и как демократ одновременно... Так не бывает. Бывает. Это у вас так не бывает. У кого у нас? У журналистов. Они разделили национал-патриотов и демократов. Большего законного, жесточайшего порядка, чем в демократических Соединённых Штатах, не существует. У нас чистой воды кайф сейчас. У нас чистая свобода. Ни одного такого государства сегодня с такой мерой свободы, как в России... Причём с мерой свободы совершать глупости и с мерой свободы совершать, в общем, совершенно правильные поступки. Не существует. Поэтому, когда демократы, вот эти вот, Шенис, там, кто-то, называет себя демократами, это сущий бред. Они никакие не демократы. Это всё не демократия, расклябанность, никого отношения друг к другу не имеет. Саш, у меня ещё вопрос такой, поскольку ты начал говорить о правовых вещах, о конституции и так далее. Вот как ты считаешь, вот почему тогда, в 91-м году, оценивалось действие участников ГКЧП как антиконституционное, а в 93-м году этому не было дано никакого развития? Абсолютно. Для меня совершенно ясный этот вопрос. Это в области и сфере моих, я бы так сказал, профессиональных увлечений. Я профессиональный музыкант, и в мои, так сказать, увлечения и в профессию входит управление несколькими тысячами людей в течение концерта. Это чистой воды общественной психологии. Когда эйфорически настроенные люди выскочили на улицу, потому что их доставали, 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 ими управляли, управляли, управляли. Когда захотели с ними очередной раз что-то такое сделать, как им показалось, против их желания, они выплеснулись на улицу. И не важно, что они при этом чувствовали, эйфорию, радость или ничего. Они просто сказали, нет, нефига, вот мы больше не хотим. Всё, что мы не хотим, что мы хотим, как мы не хотим, и как мы хотим, никто из этих людей тогда себе не представлял, да это неважно было. Выход энергии. В 93-м произошло то же самое, только не с обратным даже знаком, а просто общество было уже разделено. Там всё общество было против тех, кто, так сказать, вот был неправ. А тут уже общество, одни сказали, нет, это не надо было делать, это некрасиво, это неприятно. Это что это такое? Во-вторых, сказать, правильно, понимаешь, уже общество было поделено. Вот мы к этой проблеме можем подходить как бы вот с разных точек зрения. Можно подойти политологически, как процессу каких-то вот сил, обстоятельств чисто политических. Можно вот, скажем, как Саша, с точки зрения управления эмоциями толпы. А общество это тоже в известной мере толпа. Для меня тут не было ничего неожиданного, потому что о том, что будет август 91-го года, я знал ещё в феврале 91-го года. Я не молчал, я об этом разговаривал с нынешним президентом. А кем ты тогда был? Ты был тогда пресс-секретарем? Тогда я был, нет, я был помощником председателя Верховного Совета Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. И об этом у нас был разговор и в кругу помощников, и с президентом. Я не буду называть имя человека, это один из ближайших помощников Янаева, который назначил мне встречу. Мы встретились около памятника героям Плевны, была промозглая погода, грязь, какой-то мокрый снег. Мы ходили вокруг этого памятника. Что такое знаменательное место? Да, шут его знает, потому что ЦК КПСС было напротив, старая площадь, ему недалеко ходить было. И целый час мы вот так промесили грязь, и он мне говорил, что страну надо спасать. Ты посмотри, страну надо спасать. Горбачёв ничего не может сделать, мы все пропадём. Надо объединяться. Действительно, страну надо было спасать. Тут разные точки зрения. Одни говорят, да и хрен с ней, пусть бы и развалилась империя зла. Другие считают, что была возможность, если не в том виде, то в каком-то сохранить, и мы бы сейчас жили лучше. Я не хочу сейчас обсуждать вопрос последствий. Но причина была самая главная. Как только либеральная советская интеллигенция произнесла слово «рынок», так сразу всё поняли, что рынок – это категория собственности. И тот, кто будет делить, тот получит эту собственность. А получив собственность, получит власть. В основе не было никакой политической идеи. В основе была идея одна – поделить собственность и перейти к какому-то новому качеству. Вы задумайтесь, что в августе 1991 года, когда уже начался путь, из Белого дома звонили в ГКЧП, из ГКЧП звонили в Белый дом. Мы, зная примерно о том, что будут эти события, мы же в эту ночь вылетали из Казахстана, были в гостях у Назарбаева и задержались на 4 часа. Мы прилетели в 5 утра в Москву. Мы прилетели в 5 утра, а в 7 утра нам уже сказали, что на улицах там танки и все были. Я помню, приехал к президенту в Архангельское, там уже все собрались, особой нервозности я не наблюдал. А если я вам расскажу, что происходило в подвале Белого дома в ночь с 17 на 18, вы вообще будете шокированы. Ну что, а те, пожалуйста, вот моя мысль о том, что с этой властью мне нужно расставаться, она родилась именно в ночь с 17 на 18 августа 1991 года. Когда вокруг жгли костры, и люди с какими-то палочками, с арматуринками бродили вокруг, думая, что они защищают свою законно избранную власть, законно избранного президента. И если бы действительно какие-то войска туда двинулись, поверьте, я видел этих людей, они бы жизни там свои оставили, вот с этими палочками тычев эти танки, которые на них ехали бы. А в это время лидеры российской демократии спустились на 4 этажа ниже цоколя. И когда спустились вниз, то был накрыт отличный стол, хрусталь, напитки, закуски. И лидеры российской демократии отужинали до 7 утра. А в 7 утра охрана их подняла наверх, и они спокойно легли почивать. А народ ликовал, думая о том, что он победил. А лидеры демократии прекрасно знали, что для них нет никакой угрозы. И вот тогда я понял, что все это мистификация. Павел Игоревич, ты хочешь сказать, что ты... Это просто ты сказал, это правда? Это правда. Скажи, пожалуйста, а почему после этого, сейчас, секунду, вот если ты все это уже тогда понял, ты тогда ушел сразу? Или ты остался? Я ушел после этого ровно через 7 месяцев. А я вам хочу сказать, вот сейчас Иван прерывает Пашу и говорит, а что особенно, нажрались мужики и все. Я помню, подожди, как 19 августа 1991 года, Иван Кононов, будучи в Белом доме, наверху в это время, заметь, вот не там, не в подвале, а наверху. И когда все мы были, нет, нет, они снимали. И было ощущение у нас, вы же, ну, кто был в власти ближе, тот знал, кто был умен, тот, наверное, предполагал, что этот фарс. А мы не предполагали, так же, как Иван Арсеньевич. Иван Арсеньевич, а мы сидели монтировали все, что мы снимали. И он позвонил и сказал, я тебя прошу, позвони Наташе домой. Было такое? И постарайся ее как-то, в общем, успокоить, ну, ты понимаешь, может, мы оттуда не вернемся. Это был на полном серьезе, и действительно, я помню, как там мы пытались успокоить жены, и чувствовали, что это может быть. Кирочка, это не... Оказывается, наш подвиг был не подвигом. Нет, минуточку. Ребята, никакого я с вами, со всеми, вот кто говорит, что это фарс, я с вами не согласен решительно. Это никакой не был фарс. А что это было? Это обыкновенная жизнь. В жизни есть место всему, как говорится, есть место подвигу, есть место фарсу. Причем все это очень быстро переходит из одного положения, из одного состояния в другое. От великого до смешного один шаг. Смешон Растропович с автоматом. Также он был бы страшен... Извините, Растропович с автоматом трагичен и величественен. Это журналистский штампат. А для меня, Иван Арсеньевич, велик. Нет, Марк, позвольте, я с вами согласен, но позвольте, я закончу свою мысль. Для меня, как для музыканта, Растропович с автоматом смешон. Более того, а для образа журналистского он может быть суперинтересен. Суперинтересен, потому что Растропович с автоматом это сенсация. Это журналистский штамп. Для меня, как для музыканта, Растропович с автоматом смешон, а Растропович, спящий с автоматом, а Растропович, если не дай бог, пришлось бы, стреляющий из автомата, был бы страшен. Поэтому и то, и другое для меня, как для человека, который любит Растроповича и его музыку... Саш, ты извини, но Растропович с автоматом, это тоже один миф. Это все происходило у меня в кабинете. Я же тебе то же самое говорю, Паша. Растропович долго ждал приемок Бориса Николаевича, а тот его все не принимал. Нет, 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 об этом и разговора не было. Его сопровождал один парень, который не спал уже две ночи. И этот парень ходил с автоматом. Они сидели рядом на стуле, автомат упал на пол один раз, другой раз. Потом вдруг Растропович меня спрашивает, Павел, а можно я тогда эту штуку подержу? Я говорю, ну если не боитесь, то подержите. И он сидел, держал этот автомат. Пришли фотографы, увидели, о, какой классный кадр. Паша! И пошла легенда. Спасибо тебе, старик. Это мой камень в этот огород. Я не знаю, хорошо знать, да. Хорошо знать правду или нет, да. Это все смешно, безумно. На самом деле, конечно, это не фарс. Безусловно, нет. И, безусловно, это была очень серьезная попытка взять власть. Безусловно. То, что она не удалась и выросла в фарс, возможно. А вот то, что рассказывает Павел об этих людях, которые... Ребят, может, они от ужаса там пили? Да, мало оружия. Да, все они в туалетах. Трашно же время. Трашно же время. Трашно же время. Я же больше не могу. Я вот к вопросу о народе, да. И здесь правительство действует точно так же, как русский мужик. Я тебя обожаю. На авось. Я тебя обожаю. Да вот, а получится, не получится. Не знаю, я тебе должен сказать, что большего счастья, большего ощущения свободы и какого-то ощущения совершенно другой жизни, чем в эти три дня, у меня не было. Не было и не будет. И не будет. К сожалению. Особенно, когда по Лубянке, да с большим флагом, как в холодную воду, понимаете? Нет, совершенно не от этого. А тут танки справа идут, подсекают вообще. Идешь и колотишься. Ну, ты вспомни, когда вы приехали с Пугачевым, с Мариком и так далее, какой бы... Это была другая жизнь. Толик, это абсолютно гениально то, что ты сказал. Это по одной простой причине. Наконец, вы все в августе 91-го года поняли нас с Макаром, когда мы стояли в 72-м году перед толпой и играли рок-н-ролл. Наконец-то у вас это пробудилось. Ну, наверное, это те же ощущения. Два слова на ваш вопрос. Два слова можно. У меня еще один вопрос. Нет, я просто хочу сказать, что совершенно напрасно было бы идентифицировать ту победу с победой людей, сидевших в подполе Белого дома. Победили не они. Победили близкие нам идеи. И было в тот момент очень приятно всей стране, что не стыдно наконец в ней жить. А то, что некоторые из нас идентифицировались с этими людьми этой властью, так я всегда Ельцин терпеть не мог. Понимаете? Я буквально два слова. Если бы ощущение того, что нам не стыдно жить в стране, у нас длилось не пять дней, как у Марка, после этих событий, а по сей день, то бог с ними, что они там в подвале делали. Так, понимаете, что дело в том, что вот мы живем воспоминаниями, только вот, как Толя говорит сверху, только вот тех трех дней настоящей свободы. Потому что наши идеи достались подонкам. Но это не значит, что плохи были наши мысли. Мы отдали, значит, Дима. Так получилось, да. Нет, не мы отдали. Не мы отдали. Ну, они взяли. Какая разница? Эти три дня, в которые мы поймали свой кайф, это был не наш кайф. Мы думали, что это наш кайф. В нас сыграли просто очень ловкие, умелые люди. И я очень рада, что до сих пор, боюсь загадывать, не прозвучала здесь такая вот, такая свирепая демократическая мысль, а вот если бы тогда запретили Компартию, вот бы победу тогда бы закрепили. Коммунизм это не идеология. Коммунизм это распространение законов природы на социум. Вот и все. Коммунизм? Это жизнь без закона, понимаете? Это жизнь по закону зверей. И когда мы, но мы-то люди, мы отличаемся от этого. И когда мы запрещаем коммунизм, мы устанавливаем свой человеческий закон. Вот в чем все дело. Коммунизм? Скажите, кто тут не был в Компартии? А вот просто, Люд, чтобы слово коммунизм... Нет, вот ничего не надо запрещать, надо сказать. Нельзя в этом слове, в этой стране слово коммунизм и коммунизм произносить нельзя под страхом смерти. Все остальное, пожалуйста. Слушайте меня, да. Вы просто пользуетесь тем, что мы знакомы все 10 лет. Вот это вот. Вот как вы считаете, вот эти участники или члены ГКЧП, чем руководствовались эти люди, делая эти действия? Они были не следующие. Как говорили, что они дебилы, так в основном писала наша печать. Они свято верили в то, что они могут что-то изменить. Или они понимали, что со страной что-то не то? Но, пожалуйста, только коротко. В двух словах. Сразу скажу и посмотрю, что будут говорить другие. Существовала жизнь, в которой они разбирались. Они подсознательно чувствовали, что может случиться так, что наступит какая-то другая жизнь, в которой они не будут разбираться. Не то, чтобы в которой не будет им места. Вот Павлов нашел себе место, между прочим, очень быстро. А Горбачев хотел что-то сделать. Потому что золотой запас кончался. Жрать скорость было бы нечего. Только один вопрос. Он что-то хотел делать, сам не знал чего. Наверное, не знал. А те, кто были вокруг него, говорили, да не надо это, слушай, давай там оставься. Они понялись в незнакомой жизни. Это нужно с одним словом. Эстинкт самосохранения. Все согласны с этим? Эти люди, члены ГКЧП, были озабочены благом народа. Я в этом абсолютно твердо уверен. То есть они были искренними? Так, как они это понимали. Я тоже самое скажу. Совершенно верно. Как они это понимали. Вот я хочу развить мысль Ванину. Я с ней абсолютно согласен. Существует инстинкт правящей номенклатуры. Их несколько инстинктов. Один инстинкт, это то, что они во благо народа, и народ без них просто пропадет. Поэтому они должны себя сохранить во власти. Я все говорила о другом. Нет, я говорю про Ваниной слова. Поэтому то, что они делали, они искренне думали, что надо сохранить себя, всем будет хорошо. И этот инстинкт мы можем наблюдать и в 93-м году, и то, что сегодня происходит, это то же самое. То, что ты думаешь, давай. Вот я это и сказал. Он согласен с Ивановым. Прекрасная надпись идет, кстати. Жаль, что чувство свободы просыпается у нас только под танками. Великолепная, кстати, фраза. К нам самое прямое отношение имеет на все времена, по-моему. Спасибо. Просто я хочу сказать, что это не просто инстинкт, на самом деле, инстинкт сохранения власти. Это вообще инстинкт выживания в любых обстоятельствах. Обратите внимание, как они быстро легли под Горбачева, и как они воспряли два года спустя. Вы помните, какие они покаянные записки писали, да? Это гениальный инстинкт совосхоронения, или, скажем так, инстинкт совершения максимального свинства в предлагаемых обстоятельствах, что и есть коммунистический инстинкт. Вообще вот интересно, если Прошутинская решит сместить Малкина, и проведя переговоры со своим народом, подобьет большинство под это дело, реакция Малкина на своем уровне будет сродни тому, что делали эти ребята в 91-м году, а другие в 93-м. Несмотря, Толь, на наши родственные отношения. Несмотря. А там тоже были родственные отношения. Конечно, кто-то знал, уже был осведомлен о том, какова роль, и то до конца же мы не знаем роль Горбачева. Вы верите, что у него просто не было иного выхода? Да, я верю. Я верю, что у него не было другого выхода. Я верю, что во всем этом была такая глобальная бюрократическая интрига. И тут я уже не могу сказать верю, потому что это я уже почти знаю, что в этой интриге участвовала и противоположная сторона. Горбачев, его сторона, и ГКЧП, его сторона. Я говорю еще и о третьей, о российской стороне, которая вышла победителем из всего этого дела. Она тоже участвовала во всей этой интриге. Она знала о всех деталях этой интриги, была информирована. Просто она переиграла и первую, и вторую. Павел, по вашему ощущению, вот это августовские события, они спровоцировали распад Союза, который как бы был уже запланирован. И как теперь понимаешь, это был некий такой вот моментный то, что сговор или договора между собой. Шла борьба не за государство как таковое. Шла борьба за то, кто будет делить на житое. На житое могли делить люди центра, определяя права регионов, областей, районов, маленьких поселочек, деревень. Вот, так сказать, давая каждой номенклатурной единице возможность что-то отщепнуть. Но, в принципе, всю вот эту партитуру как бы писали они. Но хиреющий центр всегда дает возможность более сильному, более молодому и здоровому региону, скажем, сказать, а нафиг они нам нужны. Мы сами напишем эту партитуру и сами все это сделаем. Это вот то, что сейчас происходит в России. Центр, уже другой центр, хиреет, а губернаторы расправляют плечи. Они уже создают свои политические объединения, у них уже свои фракции. Они уже собирают своих депутатов там избирать в Государственную Думу. Вот это то же самое, повторяемая ситуация. Присходя из того, о чем мы уже говорили, значит, я понимаю так, я не знаю, может быть, вы не так поймете, то, что говорил Павел. Что, условно говоря, там Горбачев и Ельцин, это была борьба даже не столько за власть, сколько за рынок, за собственность. Я не стал бы вот так примитивно сводить именно Горбачев и Ельцин. Речь идет не о конкретных персонажах, речь идет о номенклатурных системах. Тогда получается, что те люди, о которых мы говорили сегодня, члены ГКЧП, это единственные люди, которые, понимая это, родили за народ. Эти люди представляли вот ту самую номенклатурную систему, которую хотела делить сама. Вы посмотрите, нынешние демократические государства СНГ, практически все возглавляются бывшими партийными лидерами КПСС. Практически все. Кто являются самыми богатыми, состоятельными людьми, вот теми, кого мы называем олигархами в этих государствах, включая Россию? Они, их близкие люди, их деловые и жизненные партнеры. Разве это ни о чем не доказывает? Я просто не то, чтобы Паше отвечу. Просто вот разговор о номенклатурной приватизации, назовем это так, да? Паша, они так и остались в этой приватизации. Только 2, 3, 5, 6 человек из нее ушли. А я закончу. Подожди. Подожди, не перебивай меня сразу. Подожди, подожди. Вот я убежден. Надо забыть об этих вот дурацких разговорах всем. Об распрях и так далее. Просто начать работать хотя бы один раз. И начать работать не... Знаешь, как это гениальная штука, я тебе рассказывал, да? Английская история. Это, правда, к нам прямой относится. Кончай трепаться о свободе. Кончай трепаться о чистоте. Покрась свой забор. А вот тут командовать люди, которые умеют красить свой забор. Раз. Которые умеют предложить покрасить свой забор всем остальным. И умеют даже иногда заставить покрасить свой забор. Ну, желательно, без помощи оружия. Вот. И когда мы, наконец, начнем этот забор красить, мы будем красить его лет 30, 35, 40, 45, может быть, 50. И тогда у нас будет покрашен забор, мы сможем, наконец, починить ворота. А не надо стремиться сейчас иметь эти ворота. Пожалуйста, только, ребятки, думайте о том, что у нас осталось... Можно я последнее слово скажу? Я тут на досуге прочитал книжонку, вот слова вычитал в ней Наполеона. Значит, сказано замечательно. Когда маленький человек принимается за исполнение великого дела, он всегда опускает его до уровня своей посредственности. Вот вся беда в том, что 20 век нашей страны, это с периодичностью в 5 лет уничтожался интеллектуальный слой общества. И это не могло пройти бесследно. Вот сегодня те люди, которые взялись за исполнение великого дела, там, заговорили о демократии, о свободе, они посредственны просто по своей природе. И они не могли ничего другого породить, кроме того, что они породили. Я приношу свои извинения всей честной компании, дорогие коллеги и дорогие телезрители. Я просто вынужден уехать. У меня очень интересное дело. Какой город? Я верю в то, что Валентин Павлов, Щербаков, Горбачев, Ельцин делали свое дело и хотели искренне сделать лучше. Каждый это понимает по-своему. Я верю в то, что это жизнь. Я не верю ни в какие идеологические ярлыки. В том, что Пупкин коммунист, а Васькин демократ. Кто это сказал? Где коммунизм? Где демократия? Вот в это я верю. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что спустя уже 6 лет или 8 лет, нет, сколько прошло? С 91-го года. Прошло все-таки 8 лет, да. Вы считаете, что вот с нами, уже умудренными, уставшими, не знаю, в меру разочаровавшимися, или вообще в нашей стране... С очень уставшими, Толик. Может произойти что-то подобное в нашей стране или нет? Попытка может быть. Только не слышно. Так, пожалуйста. Попытка может быть. Попытка может быть. То, что с нами они могут делать все, что угодно, это факт. И они это пробуют, и они это делают. И они это знают. И они это знают прекрасно, что они будут пытаться это делать все время. Но то, что я когда-нибудь подумаю, что вот 3 дня это был глоток свободы, вот уже никогда. Потому что мне за эти 3 дня, за свои чувства, мне совестно и стыдно. Спасибо. Пожалуйста. Только коротко, ребята. С нами может быть все, что угодно и всегда. В такой стране мы живем. Я вообще не понимаю нашей терминологии, честно говоря. Демократы. Где вы видели у нас у власти демократов? Ну где вы их видели? Кто в этой власти, которая сейчас нас пользует, где демократы? Ну кто они? Назовите хоть одного. Где они? Марк, у нас понятие не то, что они есть на самом деле, а то, кто как себя сам называет. Вот Гайдар называет себя демократом. Стало быть, вынуждены считать, что он демократ. Хотя он большевик, уж больше нельзя. А Жириновский называется либерал. Жириновский называет себя либерал-демократом. Ну значит, мы как попки и попугаи повторяемся либералом. Неправда. Мы вольны, мы вольны так их не воспринимать. Мы принимаем на веру самоназвание проходимцев. И в этом наша большая беда. Людочка, Людочка, прошу меня простить. Я бы все-таки не хотел, значит, все-таки вот эти, наша коммунистическая склонность к ярлыкам, давайте не будем давать ей особо вот распространять. Да. Потому что проходимцы, я не знаю, я о Гайдаре достаточно высокого мнения при всем при том. И, кстати говоря, о Жириновском. Это, безусловно, очень талантливый человек, безусловно, огромного таланта. Попробуйте не... Нет, минуточку. Человек, который сумел собрать партию и сделать ее второй по величине фракцию в Думе, это талантливый человек. Это правда. Но давайте не будем уходить туда. Ребята, пожалуйста. Пожалуйста, финальте. Да, финал. Если позвольте, да, маленькое наблюдение 19 августа 91-го года. Я живу всю жизнь в Лефортове, замечательный район, я его очень люблю. И вот я видел много лет тюрьму прямо из своего окна. Лефортовский парк, знаменитый, основанный Петром, он так отстоит немножко от проезжей части. И у входа в парк, у огромной решетки входа, 19 августа появился танк. Рядом бронетанковая академия Фрузии. Вот танк, он стоял там, у всех на удивление. Но самое удивительное было, шли прохожие, загорелись с солдатами, которые сидели там на броне. Была такая веревочка, который был этот танк, отгорожен от проходящих людей. Вот эта веревочка, на которой что-то сушилось, кстати. Это тоже было очень забавно. Вот эта веревочка запомнилась мне больше всего. По-моему, в этой веревочке была суть того путча, который мы сейчас обсуждаем спустя 8 лет. Ну, мне легче разговаривать с молодыми людьми. Они, короче, формулируют, но не менее точно. Я очень быстро сформулирую. Я, да, я сформулирую. Я отвечу и Марку, и Людмиле, и, может быть, кому-то еще. Ну, я отвечу просто. Я хотел сразу сказать. Ты обещал быстро. Ну, я не могу, ты мне мешаешь, Малкин. Вот оно что. Никого нельзя поиметь, и в том числе и меня, если я этого не хочу. Я думаю, что это будет вторая фраза, которую будут повторять. Ты думаешь, что ты действительно молод еще. Я не про это говорю. Вот Марк сказал, нас всех имеют. Невозможно никого абсолютно убежден поиметь, если он с этим не согласится, или даже если он не будет этого желать. А наша интеллигенция, она просто мечтает всегда о том, чтобы ее поимели. Поэтому я не крашу свой забор. Ну, я крашу. Я не крашу свой подъезд, потому что я знаю, что выйдет другой человек и поимеет мой труд, мое стремление к порядку и к тому всему. Ребята, Иван, Иван, все. Я просто хочу сказать, Вань, один раз ты покращишь свой забор, его через три дня обгадят. Второй раз ты покращишь свой забор, его обгадят через четыре дня. Третий раз ты его покращишь, его обгадят через год. А пятый раз ты его покрасишь, его вообще не будут портить. Вот сегодня в городе Москва есть такие вот красивые витражи на остановках троллейбусных. Вы видели? Видели, да? Вот раньше, когда они были некрасивые, 15 лет назад, их регулярно били. Сейчас, сейчас... Все, Вань, все. Вот в этом и смысл. Если тебе, Вань, если нечего сказать, ответить на этот вопрос финальный, пожалуйста, пожалуйста, Дим, ты молчал тихо? Скажи. Все это повторяется и будет повторяться и приобрело перманентный характер. Противопоставить этому сегодня уже абсолютно нечего. Я видел сейчас на этом пресс-клубе, знаете, иных уж нет, а те далече. Вы бы сейчас этой тусовки не собрали. Кто-то умер, половина уехала. Кто-то просто не пойдет. Кто умер духовно. Да, а если это будет все повторяться, а если это все будет повторяться, я буду действовать абсолютно так же, за одним исключением. Спасать я буду уже только себя и свою семью. Спасибо. Я книжку только что закончил, 600-страничную, с массой иллюстраций, а она называется «Продолжение следует». Это научно-популярная книга по истории России. Краткое содержание 600 страниц, «Продолжение следует». В этой стране еще все будет, это нам кажется, что вот ГКЧП и там 93-й год, что-то такое страшное и потрясающее исключить, ничего исключить, но все еще впереди. Понятно. Спасибо. Я благодарю вас, собравшихся после шести лет разлуки вместе, и так же, как на том пресс-клубе здесь трудно остановить всех, как было когда-то. Хорошо, что этот пресс-клуб идет в записи. Хочу процитировать Михаила Сергеевича, как ни странно. Когда-то он сказал замечательную фразу «Сколько правды, столько веры». Я только не знаю, для кого он ее писал или кто-то ему писал. Вот если бы так происходило, я думаю, что в нашей стране было бы хотя бы чуть-чуть легче жить, и не обижалась бы власть на то, как к ней относится народ, который, как говорит Саша, ее имеет. Спасибо за то, что вы были с нами. До встречи в сентябре. До свидания. Гасим свет. Гасим свет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.